МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во второе воскресенье июля в России традиционно отмечают День рыбака. О том, что данное мероприятие в районном центре будет по-настоящему массовым, можно было заранее предположить, так как именно День рыбака в числе любимых праздников местного населения. Основная профессия, пол и возраст тут не имеют совершенно никакого значения. По сложившейся традиции день начался с рыбалки, а точнее в 10 часов утра на причале берега реки Северная Сосьва стартовал конкурс на лучшего ловца рыбы, в котором приняли участие любители этого занятия. В этом году, в отличие от прошлых, среди участников было и несколько представительниц прекрасного пола. Дети также не остались в стороне. Наравне со взрослыми они принимали участие в этом конкурсе. Уважаемые рыбаки, поздравляю вас с праздником знаменательным Днем рыбака. Хочу пожелать вам удачи, чтобы всем вам удача сегодня благоволила, чтобы все были первыми, скажем так. Ну, кто-то может быть вторым. Хочу пожелать вам удачи еще раз. И давайте с таким лозунгом «Ловись, рыбка, большая и маленькая». Перед началом краткий инструктаж. Главное условие соревнования – только одна удочка или спиннинг в одни руки. У участников было полтора часа, чтобы доказать, что именно они достойны называться хорошими рыбаками. Первая рыбка! Есть! Для большинства рыбалка ассоциируется прежде всего с популярным хобби. Но стоит вспомнить, что рыбная ловля является один из самых древних занятий человека. Я давно уже хотела принять участие в этом конкурсе, но что-то как-то не решалось в этом году, решила. Ну и вот, как видите, удача мне сегодня улыбается, поймала. По словам участников состязаний, за несколько дней до начала конкурса они обновили снасти, накануне вечером накопали червей. Раскрывать всех своих секретов не стали, говоря, что самое важное на рыбалке – это терпение. А если удача мимо кого-то и пройдет стороной, ничего страшного. Я считаю, что главное – счастье. Так, приехал поучаствовать в конкурсе. Участвую впервые. День рыбака. Поздравляю, кстати, всех берез, березя, жителей березского района с праздником. Но пока никаких успехов нет. Ну, вообще, я проездом здесь еду дальше отдыхать с детьми. Конкурс узнала из объявления, из объявления, что проводится конкурс в День рыбака. Решила проучаствовать, поиспытывать с детьми, так сказать. Главной целью соревнований было получить наибольший улов. Каждый из соискателей пальмы первенства выбрал свою тактику. Но удача в этот день сопутствовала далеко не всем. Интересно. Погода прекрасная, музыка. То есть, отдыхаешь, и, соответственно, может, как бы подвернется рыба. Ну, и вся, зад какой-то есть. Интересно, должны такие мероприятия, они нужны. Опа, вторая! Итоги же взвешивания показали. Маргарита Краснова поймала и первую, и крупную, и больше всех. Вес. А что, 100? 200? 200 грамм. А одну деление стоит. Крупная рыба. Это только глаз. Хочу поздравить с этим замечательным праздником всех рыбаков. Как говорят, пожелать ни хвоста, ни чешуи. Ну, всего самого-самого хорошего. По окончании подсчета результатов улова все плавно переместились на центральную площадь, где после регистрации участников стартовали конкурс на приготовление ухи «Хороша ушица наша» и «Лучшую копченую рыбу». Победителей определяла многоуважаемая жюри. Мы посчитали, что будет интересно для жителей, чтобы посмотреть, чтобы люди показали, не только, как они рыбу ловят, а вот как же показал бы свой рецепт ухи. И выбрать победителя, и почествовать его. Участники получили комплекты для приготовления ухи, куда вошли три вида рыбы – щука, ясь и окунь. Также лук, соль, котелки и дрова. Остальные ингредиенты и специи конкурсанты могли использовать по собственному усмотрению и рецепту. Время, отведенное на приготовление блюда – один час. Всем было необходимо проявить свой талант и приготовить уху с изюминкой по-березовски. Дегустацию качества приготовленных блюд ожидали не только зрители, но и те, кто находился в составе жюри. С нетерпением ждем, когда наши участники закончат приготовление этой ухи. Попробуем, посмотрим. Судя по тому, как дело у них спорится, все должно быть на высшем уровне. Как отметили многие в этот день, залог любого успешного мероприятия – это прежде всего хорошая организация. Благодарю за организацию данного мероприятия. Администрацию Березовского района «Сибирскую рыбу» в лице Константина Николаевича Загороднюка за мероприятие, которое у нас сегодня будет проходить. Оно очень замечательное, интересное. Я надеюсь, что мы все вместе с вами будем его праздновать. Мы решили с администрацией Березовского района, Единая партия России, Акционерного общества «Сибирская рыба» провести впервые в конкурс в Березовском районе, он и в округе еще не проводился, на приготовление ухи, так как рыбу мы ловим все, и ловим и зимой, и летом, но эпогеи – это приготовление из него блюда. Одно из самых главных блюд, которое готовится очень просто, но очень много рецептов – это уха. Поэтому будет конкурс по ухе, и стало очень традиционно коптить рыбу у себя дома, и будет рыбокопченая. Правда, просим извинения, что мы рыбу приготовили, разделали и почистили ее, поэтому избавили вас от такого приятного занятия. Но мы постараемся это все компенсировать подарками и призами после окончания этого конкурса. Поэтому еще раз всех с праздником, всего самого хорошего. Одним из главных событий праздника, пожалуй, и стала дегустация. Каждый конкурсант готовил любимое блюдо из рыбы по своему особому рецепту. И, конечно же, все желающие смогли отведать вкусные и ароматные ухи. Нам сегодня очень понравилось мероприятие. Спасибо администрации, что организовали такое интересное мероприятие, как праздник, как день рыбака. Сегодня большинство местного населения находится здесь на площади. Погода благоприятная, тому способствует. Больше всего понравилась нам дегустация рыбы. Все участники были просто на высоте. Мы отдали свои голоса, проголосовали, покушали вкусную уху. В общем, остались довольны. Прошедшие жеребьевку на конкурс «Лучшая копченая рыба» также получили основной ингредиент. А само копчение осуществлялось в домашних условиях. У Георгия Брянцева особых секретов нет, а поучаствовать он решил больше для души. А я постоянно часто копчу. По пуней основной я копчу. Ну и что думаете, какое место? Я? Не знаю. Но я главное участие в местах. Опилки и дубы. Для чего они? Для копчения рыбы. И что они так вкуснее получат? Я, конечно. В это время на центральной площади, где и состоялись основные народные гуляния, для маленьких жителей была организована игровая развлекательная программа. На сцене исполнялись музыкальные номера. Район недаром носит гордое название рыбацкого края. Испокон веков рыбный промысел кормил его тружеников. И сейчас рыбалка – это один из знаковых брендов «Березова», известный далеко за ее пределами. «Сосинские селедочки» Румяются молодочки У березовских парней Блиточки нет только Ей-ей-ей-ей-ей У старушек, старых дед И на ужин и в обед Просит после водочки Сосинские селедочки Кроме этого, всех любителей истории приглашал в свои стены Березовский краеведческий музей с новой выставкой на просторах Сибирских рек. Экспозиция оформлена совместно с Окружным музеем природы и человека. Сибирь издавна славится своими великими реками Обью и Иртышом, сыгравшими большую роль в развитии югорской земли. Богатство фауны природных водоемов Способствовало развитию рыболовства Которое и по сей день является важной отраслью Хозяйствования местного населения А речное судоходство с давних времен Имеет большое значение в жизни округа Обеспечивая перевозку пассажиров и грузов Между городами и труднодоступными населенными пунктами Обского севера На выставке представлены фотографии Уникальные экспонаты историко-бытовой И этнографической коллекции Одни из самых интересных Это, конечно же, рында Лодочный мотор С 48-56 года выпусков К сожалению, мы точный год не знаем Респособления для рыбной ловли Которые использовались В древности и в начале 20-го столетия Уникальный вымпел Который находился На катере Турпан Сейчас вот находится у нас На выставке Приглашаем всех жителей нашего городка Также гостей посетить эту выставку Праздник сегодня действительно На хорошем уровне Народ радуется Хочу поздравить Березьян и жителей нашего Березовского района С этим праздником Праздник действительно для всех Близкий, потому что мы живем в таком богатом районе Богатом, прежде всего, рыбой В первую очередь, конечно, хочется поздравить людей Непосредственно связанных с этой отраслью Те, которые занимаются профессионально И, ну, тем не менее, все равно все мы Кто-то любитель, кто-то занимается этим профессионально Поэтому поздравляю всех Желаю счастья, удачи Чтоб рыба всегда водилась и всегда ловилась Участники конкурса «Лучшая копченая рыба» В течение полутора часов подготовили к дегустации Свои произведения кулинарного искусства И вновь беспристрастная жюри Приступила к оцениванию блюд По следующим критериям Внешний вид, степень готовности основного ингредиента Гармоничность вкуса И оригинальность подачи Кроме кулинарных талантов У конкурсантов была возможность Блеснуть и поэтическими Добрый день, все гости Уважаемые жюри Сегодня такой замечательный день В примере праздника всех с Днем Рыбака Мы любим рыбу, любим рыбалку И сегодняшняя наша копченая рыба Приготовленная в домашних условиях Немножечко порезана неправильно Поэтому может быть не совсем вид Но ничего, в следующий раз Вы ее так не режьте Мы ее разрежем сами Ладно? Да Ну и вот Для того, чтобы защитить Так скажем Наше изготовление Послушайте Такое небольшое стихотворение Придумал кто процесс копчения И в летописях не отыщешь Но если рыбу сам копкишь То просто пальчики оближешь Поздравляю всех с праздником от себя Всех рыболовов Являюсь тоже рыбачкой нашего поселка Для вас частушки Я веселая девчонка Вам сыграю и спою И рыбацкие частушки Дружно весело спою Ты ловись, ловись плотва На озере, на речке Ну а мой-то рыбачок Не слезает с печки Считанные минуты от всего великолепия Практически ничего не осталось Поздравляю всех с праздником С днем рыбака Березово Это как бы рыбный поселок Я хотела бы, чтобы этот праздник был ежегодный Вошел в традицию И каждый год праздновали, отмечали Также приходили на площади Дегустировали вкусную рыбу Хотел бы всех поздравить с днем рыбака Пожелаю всем всего самого хорошего Здоровья, удачи Чтобы всеми было благополучие и любовь Чтобы на рыбалке всем всегда везло Потому что рыбалка это у нас Такое общее дело Кто-то занимается профессионально Кто-то занимается любительски Но мы все в рыбе А рыбакам я пожелал Во-первых, здоровья Это очень такой напряженный труд Чтобы они очень много оторваны от семей Когда у них идет Путина Поэтому, чтобы их понимали Любили в семье И чтобы у них были в семье Всегда все хорошо И у головы побольше Всем конкурсантам, не занявшим призовые места Вручили дипломы участников соревнований И набор продукции предприятия «Сибирская рыба» Ну а самым удачливым, конечно, и памятные призы Аплодисменты удачливой рыбачки В номинации «Самая крупная рыба» Награждается Маргарита Краснова За третье место победителю вручили диплом участника соревнований Памятный приз, который, безусловно, пригодится любому рыбаку За второе также диплом набор продукции и палатку И победителем конкурса «Луч человек рыбы» Дипломом за первое место И призом «Спальный мешок» Награждается Маргарита Краснова Хотелось бы сказать всем огромное спасибо И поздравить всех с праздником Ни хвоста, ни чешуи Участников конкурса «Хороша ушица наша» Наградили дипломами, комплектом продукции весом 8 кг А призерам за третье и второе место Кроме этого подарили еще и котелки Чтобы и дальше практиковать свое мастерство Маргарита на рыбалку укомплектована полностью Зоя Сидорова, занявшая первое место в конкурсе «Хороша ушица наша» Много лет посвятила работе на предприятии «Сибирская рыба» Что в свою очередь, по ее мнению, и принесло ей эту победу Не зря проработала в рыбокомбинате 30 лет Спасибо всем! Ну а приз зрительских симпатий в народном голосовании С улыбкой приняла Маргарита Краснова Из 53 проголосовавших 15 голосов были отданы Ее кулинарному шедевру «Ухе», который приготовила Маргарита Спасибо всем большое, кто проголосовал Хочется поздравить всех с праздником, с Днем рыбака Пожелать всем не хвоста, не чешуи И отдельно хотелось бы поблагодарить партию «Единая Россия» За активное участие в подготовке праздника и за прекрасные подарки Участникам конкурса «Лучшая копченая рыба» также вручали дипломы и наборы продукции Призером за третье и второе место, а ими стали Георгий Брянцев и Анна Шаталина Кроме этого подарили мангалы и аплодисменты зрителей Ну а на первое место вышла Надежда Будкова Спасибо всем, очень рада, что понравилась моя рыба Спасибо Приз зрительских симпатий под бурные аплодисменты достался также Надежде Будковой Из 61-го проголосовавшего 25 голосов было отдано кулинарному шедевру этой хозяйке Еще раз всем-всем спасибо, кто проголосовал Спасибо, всех справедливо В Днем рыбака на улице стояла прекрасная солнечная погода Которая вкупе с торжественной церемонией и праздничными мероприятиями Принесли всем участникам и зрителям радостное летнее настроение Как говорят сами рыбаки, главное в рыбалке – это удача А от всех, кто принял участие в конкурсах, прозвучала просьба к организаторам Провести подобные соревнования и на следующий год Рыбу полюбишь и дождь Тех, кто познал рыбалку, на беду дома не найдешь Ты с деньгами или без гроша жизнь одна у всех Эй! Но у нас рыбалка хороша, а бежаться грех Клюнет, клюнет обязательно, знай себе, гляди внимательно Здесь рыбалка замечательно, увлекательно Ой, веночки, вы карасики, щучки, окуньки Как вы зорьку-то украсили в дымке у реки Поцепил на спине с удочкой, мой дружок-борец Сюда псих с электроудочкой, больше не ездец Клюнет, клюнет обязательно, знай себе, гляди внимательно Здесь рыбалка замечательно, увлекательно Только лодочка отчалилась, а миллионок в ель Так супруга опечалилась, плачет много дней На кого меня оставил он, женушку свою Засывают парни под огном, ну я не клюю Клюнет, клюнет обязательно, знай себе, гляди внимательно Здесь рыбалка замечательно, увлекательно Рыба что-то знает о воде, когда там живет А ну, а нам-то все по бороде, если не клюет По реке, ай да, чертей гонять на мотобиле Еще можно вновь пострелять прямо по луне Клюнет, клюнет обязательно, знай себе, гляди внимательно Здесь рыбалка замечательно, увлекательно Шарят как-то лесом, лесиком, кузеру шайтан Говорят, что бесы босиком часто скачут там Чую, кто-то смотрит на меня, зло тарашится Присмотрелся теща, там моя в ветках прячется Клюнет, клюнет обязательно, знай себе, гляди внимательно Здесь рыбалка замечательно, увлекательно Редактор субтитров А.Семкин